Бетонирование платформ заканчивает на строящейся станции метро «Спортивная». Для этого технологического процесса в минувшую субботу левобережные станции закрыли на два часа раньше. В ночном метро побывала съемочная группа новосибирских новостей. Пустой метро-тоннель с речного вокзала поезда этим субботним вечером на Студенческую и Маркса уже не поедут. На путях работают строители. Из-за работ на «Спортивной» поезда на левобережные станции в эти выходные вновь ходили только до 10 вечера. Еще раз потребуется такой небольшой технологический перерыв 29 сентября. Как раз уложат остатки бетона и сформируют полностью платформу для пассажиров. Подвозят раствор в больших миксерах. Смесь поступает на станцию под давлением через специальное оборудование «Штетер». Бетон подают с помощью мощных насосов через специальный шланг. На раствор воздействуют вибрации, чтобы его лучше утрамбовать, чтобы позже затвердевшее основание было прочнее. Клеенка убережет рельсы от налипания раствора. Лопатами работают быстро, пока смесь пластичная и не схватилась. 65 кубами бетона заполняет подготовленный каркас с одной стороны платформы, еще столько же в среду уложат с противоположной. Строители пока что укрепляют там перо норматурой. Параллельно в вестибюлях будущей станции собирают подъемники. С каждой стороны получается по 3, 3, 3 и 3 эскалатора. То есть итоговое количество 12 штук. Смонтированы в полном объеме. Сейчас идет установка ступеней, монтаж конструктивных элементов. Готовятся к следующему этапу. Это подключение к электричеству и, соответственно, производство работ по пусконаладке. В тестовом режиме эскалаторы запустят в декабре. Займутся и интерьером. Развернут внутреннюю отделку спортивной. Пока что станция метро «Спортивная» напоминает по своей планировке свободной, светлой и открытой станцию «Речной вокзал». Но после она будет похожа больше на какую-либо станцию питерского метро, поскольку здесь сделают каркас и установят двери, которые будут открываться синхронно с дверьми поезда. И доступа к рельсам с платформой не будет вообще. Это нужно для того, чтобы сохранять комфортную температуру для пассажиров на перроне. В середине, в начале октября, в середине пойдут уже поставки, будет металлических перегородок, осекающих перегородок. Сначала они без раздвижных дверей. Раздвижные двери будем монтировать в следующем году. В этом году будем ставить перегородки и осекать окончательно платформенный участок от пути. Ну а пассажирам напоминают, в среду 29 сентября станции «Площадь Маркса» и «Студенческая» будут работать до 22 часов. Вероника Иванова, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...